Выиграть гранты фермерам отцу и сыну Щетихиным удалось в 20-м и 21-м годах. С тех пор хозяйство увеличилось больше, чем на 60 голов. Значительно расширить стадо получилось за счет покупки племенных животных. Кстати, телочек и быков брали тоже в Челябинской области. Ну и, конечно, за счет появления в хозяйстве новой техники. Сейчас новая техника, и сил меньше тратится, и ремонта меньше, и времени больше остается. И на отдых. Большие масштабы. 40 гектаров в день мы сено заготавливаем косилкой. Плюс подборщикам эти рулоны вертим. Это же просто красота. Парк устройств и машин получилось серьезно увеличить. Купили новую жадку, несколько подборных машин. Они формируют сено сразу в удобные тюки. Ну и два трактора «Беларусь». Универсальный инструмент любого сельского труженика. Техника, купленная на средства от грантов, помогает фермерам не только в уборочной компании. Вот такие тракторы используются круглый год. На них возят корма для животных, ну и убирают продукты их жизнедеятельности. Кстати, даже коровий навоз идет в дело. Год полтора в бурте, и это отличное удобрение. От дачников и садоводов нет отбоя. Ну и это тоже прибыток. Фермерское хозяйство Щетихиных большим назвать не получится. Говорят, на жизнь хватает. Но в планах дальнейшее увеличение стада и расширение. Например, племенных телочек уже отобрали. Сейчас их держат на строгой фитнес-диете, а к осени отправят на романтические свидания. В форме были, конечно, чтобы не зажирели. А иначе зажиреет, да, потом будет полгода гуляться. Чего-то не будет от такой коровы. Их рано еще, но чтобы они хотя бы возраст набрали свой. Она есть, вот одна черная, да, вот там уже набрала свой возраст. Ну как ее одну, но тоже не то, не сё. Надо сразу, чтобы партиями, да, и телились они где-то в конце апреля, в мае. Фермеры планируют в ближайший год-два довести поголовье до 200 бычков и коров. А дальше можно будет подумать о новых загонах и фермах. Надо отметить, что в небольших хозяйствах по всей Челябинской области поголовье крупного рогатого скота в последнее время неуклонно росло. Иван Абросимов, Андрей Грещук, 31 канал.